Приветствую вас. Я не очень, если честно, понимаю, как мы можем помочь вам в том, чтобы вот, ну, в том, чтобы понять, да, специально он это сделал или нет. То есть специально ли он пропал или нет. То есть мы можем только гадать о том, почему он так поступил. То есть, например, может ли быть такое, что он просто испугался, да, может быть такое, что он просто вот, ну, просто испугался вот всей, ну, всей серьезности, отношений с вами, как бы, да. Ну, вот. Может ли быть такая история? Да, конечно, может быть. Понимаете, может быть такой момент, безусловно. Может ли быть, что у него в жизни что-то случилось, да, такое тоже может. То есть вот, как бы, мы не можем сказать вам наверняка, как обстоят дела, потому что мы психологи. на основе вот этой вот вашей информации, которую вы предоставили, да, никак нельзя характеризовать человека, никак, никак, никак не характеризует ваше сообщение человека в качестве, там, допустим, ну, в качестве, там, какого-то обязательно плохого, например. Или в качестве обязательно какого-то, там, несчастного, жертвенного и так далее. Понимаете? То есть это так не работает. Другой вопрос, другой вопрос, что вы отказываетесь принять то, что происходит, другой вопрос, что вы отказываетесь принять то, что сейчас имеет место быть, другой вопрос, что вы не хотите поверить в то, что он не настолько вас ценит, чтобы подвергнуть вас с вами связь, потому что вне зависимости от того, что с ним произошло, да, вне зависимости от того, действительно у него какие-то проблемы или что-то еще, вне зависимости от этого он с вами не взаимодействует. То есть вы ему, вы ему, видимо, не настолько интересны. И вот в это, в это вы, поверить отказываетесь. То есть вот это, наверное, самый такой ключевой момент, на который вам, возможно, нужно обратить внимание. Что изначально отношения ваши, они, ну, выстраивались явно не, не очень крепко. То есть они, ну, не были обусловлены тем, что, допустим, между вами было много общего. Вот. Отношения не были основаны на реальности. То есть ваши отношения, они выстраивались в интернете. Вот. И как бы это ни в коем случае не говорит о том, что человек какой-то стабильный, что человек какой-то обязательно надежный. Да? Вот. И так далее. То есть как бы тут вот такой момент. И получается, что основная проблема, ту, которую может решить психолог сейчас, это проблема вашего отношения к этому. Вот вы и пишите. Общались и видеосвязь с парнем по инету 6 месяцев. Да? То есть полгода вы общались по интернету с парнем. То есть как бы тут сразу вопрос, почему по интернету общались? Почему так долго общались? То есть как бы вот в некой такой, скажем, картине развития отношений есть определенные этапы, когда отношения, ну, ну, желательно, просто желательно переводить на новый уровень. Потому что в противном случае они не будут развиваться и начнутся, ну, такие процессы, которые, ну, не лучшим образом просто будут сказываться на отношениях. Да? Самих по себе. Вот. Почему вы не, соответственно, не перевели, значит, отношения с человеком на более, ну, на более высокий уровень раньше? То есть полгода – это очень большой срок. Да? Это первое. Второе. Почему в интернете? То есть как бы, ну, если в интернете, значит, вероятно, в реальной жизни отношения построить вам все-таки, наверное, как-то, ну, сложнее, может быть. Либо, там, может быть, ну, не получалось у вас это сделать. То есть не получалось построить отношения. Вот именно в реальной жизни. Понимаете? В какой момент? Сейчас это тоже нужно исследовать, почему не получалось. Дальше. Что между вами и молодым человеком было общего? То есть именно вот общего, что между вами было? Такого, чтобы прям вот можно было сказать, что, ну, что вы прям друг другу подходите, что вы прям, допустим, друг другом дорожите и проще, проще. Вот. То есть я сейчас, на самом деле, не пытаюсь, а настроить вас против него. Просто хочу видеть, просто хочу какую-то вот картину, значит, ну, картину происходящего просто лучше понять. Потому что то, что вы описали, очень, ну, очень мало, да, то есть если бы, допустим, ну, сказали бы, что вот, там, к примеру, на определенном этапе моей жизни, да, там, появился мужчина просто-просто, который вот, ну, запал мне в душу, там, всего того, что, вот, как бы, с ним интересно общаться, да? Например. И так далее. И вот мы общались, на самом деле, много общего, там, да, 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 и вот мы встретились, и вот все такое. То есть это было бы одно. Тут вы ничего этого не описываете, тут вы ничего этого не пишете, и в итоге не очень понятен характер ваших отношений. А дальше встретились, обнимались, целовались, все было отлично, признавались в любви уже лично. Ну, опять же, да, то есть если вы один раз встретились, то это ни в коем случае не что-то соревновало. То есть вы поверили человеку, да, вы поверили человеку, что, ну, что вы для него обладаете каким-то значением. Вот. Несмотря, да, несмотря на то, что вы, то виделись вы всего один раз. То есть это вот, ну, на мой взгляд, это такой достаточно важный момент, потому что признаться в любви, если виделись один раз, ну, это, мне кажется, опять же для взрослых людей, как вы себя позиционируете. Вот. Как бы то, что, ну, вот как вы себя позиционируете. А это немножко не подходит. Вот. То есть это немножко не подходит, эм... Именно в поле это определение, под определением взрослого человека. Вот. То есть вот слишком быстро любовь появилась. Эээ, далее, ээ, значит, так. Так. После свидания два дня переписывались на третьем вечером девятнадцатого двенадцатого на пятнадцатого двенадцатого и пропал. Чудо-то, который работает в этой сексуальной компании, знал, что двадцатого двенадцатого положил сто рублей на счет, совершил медленно звонок. То есть вы начинали за ним следить. Почему? Потому что вам, ну, хотелось быть с ним в ответ, с ним потребность, в ответ, с желанием связанное с ним. Вот. Плюс, эээ, его пропажу, ну, вы восприняли, как, эээ, ну, как бы, как, эээ, удар по себе, да, удар по своему собственному, ну, по своему собственному, эээ, эээ, восприятию себя. Вот. Понимаете? То есть это тоже нужно разобрать. Как, как вы восприняли, эээ, тот факт, что человек пропал. Именно как, как вас, воспринять. Вот. То есть если вы его действительно любите, ну, это, в принципе, можно говорить о, о принятии. То есть о том, что, ну, вот вы, там, приняли его, эээ, выбор, да, приняли его выбор, приняли его позицию, эээ, вот, и так далее. Можно об этом, можно об этом говорить. А, то, что делаете вы, да, ну, это, не совсем это связано с принятием. Вы следите за желаком, разве, имеют место быть именно ваши, ваши желания. Эээ, дальше. Больше, честно говоря, не было ни входящих, ни входящих знаков и смс. Хотя двадцать, ээээ, второго, двенадцатого трубка была включена, я позвонил один раз. И что он ответил или нет? То есть для чего позвонил? Что могло произойти с ним? Откуда психолог может это узнать? Эээ, сегодня семь дней, как лично, очень переживаю. По поводу чего вы переживаете? Очень важно это рассматривать. По поводу чего конкретно. Эээ, даже если мне понравилось предполнение, то почему нет активности? Ну, это его, это его выбор, это его, его решение, это его жизнь. Может быть это была трубка специальная, там, для общения с вами, или типа того. Вот, как бы, почему вас это волнует? Я ведь не помню, откуда вы знаете. Ээ, и не идите за собой с собой. Ну, не идите за собой с собой, он не признается на первом свидании, да? Эээ, после шести месяцев общения в интернете, после поведения в связи в любви. Вот. Эээ, кстати, соврал дату рождения. Неужели все его слова на встрече были ложь, я не верю? Ну, это вопрос такой, такой, знаете, вера, ну, как бы, верю, не верю, да? Да, это такой вопрос. То есть, эээ, 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 вопрос нежеланца нежеланная поверить, эээ, потому что что? Да? Потому что что? То есть, эээ, я не желаю поверить, потому что? Вот, потому что. Я не желаю поверить, почему? Почему я не могу поверить в это? Что мне, как бы, ну, мешает поверить в это? То есть, это, это вот, на мой взгляд, эээ, то, что нужно поисследовать. Эээ, то есть, какой блок у вас стоит на то, чтобы принять эту ситуацию и поверить. Вот. Совершенно очевидно, что здесь связана, ну, с этим связана какая-то ваша личная проблема, либо страх остаться одной, либо болезнь, потеря этого человека, либо какие-то еще такие, ну, более глубокие проблемы, о которых сейчас, эээ, ну, о которых сейчас вы не говорите. Но, тем не менее, вот, с точки зрения психологии, интересны именно эти моменты, а не то, почему человек поступил, там, ну, каким-то определенным образом, да, почему и из-за чего. Потому что, потому что, ну, действительно, причин может быть очень много. Вот. И отношения к интернету, они без регулярных реальных встреч, да, они не могут выступать чем-то надежным. Вот. Конечно, здесь важна еще и ваша позиция и то, как вы себя в отношениях позиционируете и так далее. Вот. Но основная мысль именно в этом. То есть, постарайтесь увидеть, что конкретно, что конкретно в этой всей ситуации больше всего задевает вас. Постарайтесь увидеть, увидеть, эээ, вот этот момент. Это важно. И, соответственно, если вы увидите, вы возьмете на себя ответ, на себя то, что чувствуете, и сможете лучше свои чувства, ээээ, как бы выращать и реализовывать. Возможно для того, чтобы это сделать, вам понадобится психолог, 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 невозможно. Возможно для того, чтобы это сделать, вам понадобится консультация. Вот. Но это уже вам решать. То есть, эээ, как бы, запрос, эээ, который вы озвучили, он, вот именно, вот именно, то, что вы пишете, да, запрос, он не к психологам больше. А, гадок. Даже, к зрению психологии, это те моменты, эээ, на которые вам нужно обратить внимание. Эээ, я озвучил. На этом все. Эээ, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались, эээ, вопросы дополнительные, эээ, пишите им в личку. Буду рад помочь. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А, я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok.